Японцы боятся бедности после указа Путина по Сахалину-2. За первое полугодие 2022 года состояние самых богатых людей уменьшилось на триллион четыреста миллиардов долларов. Третья мировая. Некоторые эксперты говорят, нужно думать не на сколько возможно, а когда возможно. Возможно западное доминирование уже заканчивается и БРИКС начинает превосходить Г-7. Приветствую друзья. Сводки с фронтов Украины не только 1 июля. Итоги. И начну я с геополитических раскладов. Потому что именно на Украине были запущены определенные точки возможного обострения эскалации вплоть до третьей мировой. Об этом сейчас говорят ряд экспертов. И даже министр иностранных дел Финляндии заявил, что возможен выход боевых действий за пределы Украины. Но при этом интересно, что этот же министр иностранных дел заявляет, что действительно может перекинуться все за Украину. Но поэтому вот именно сейчас так важно поддерживать Украину, сообщил Хависта, ответив на данный вопрос. Ну и конечно же под помощью, в том числе подразумевается военная помощь. А министерство обороны США выберет из более чем тысячи предложений американских производителей оружия и военной техники наиболее эффективные средства для усиления оборонных возможностей Украины. Об этом сообщил опять же официальный представитель Пентагона. Какой подъем для военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов Америки и Европа будет закупать. И вот видите на оборонные цели Украины. Но естественно, что Россия не будет сидеть сложа руки. Это также прекрасно все понимают. И эскалация нарастает. В том числе усиливаются угрозы возможной третьей мировой. И это неудивительно, потому что доминирование Запада проходит. В том числе в экономической сфере. Можно сказать, что третье холодное противостояние, оно как бы продолжилось после, собственно говоря, когда Советский Союз вроде бы прекратил свое существование. Хотя сейчас Лукашенко, как вы знаете, обратился опять же к странам бывшего Советского Союза, что нужно держаться как-то вместе для сохранения суверенитета. Дойдет ли до горячей фазы? Навряд ли пока, во всяком случае. Но угроза такая, конечно же, увеличивается с поставками вооружения. Это тоже прекрасно все понимают. А также в экономической сфере, как рассчитывали, не очень-то получилось, скажем, с Россией поступить так, как раньше бы можно было. Ну а также, конечно же, появление более таких масштабных союзов существенно переламывает ход исторических событий, как считают ряд западных экспертов. К примеру, тоже БРИКС уже может превзойти G7, учитывая, что в БРИКС может войти до 6 миллиардов, если брать население стран этой организации. Ну а также половина мировой экономики. Ну и в военной сфере, как вы видите, Запад тоже пытается избежать, конечно же, прямого конфликта с Российской Федерацией. Но всячески пытается накачать Украину новыми уже видами вооружений. И для ВПК наступает еще 50 стран, готовы также предоставить Украине определенные вооружения. Но они, конечно же, осложняют ситуацию, но навряд ли повлияют на ход событий. Но, как видите, в принципе, эскалация, она нарастает. В Британии даже обсуждаются вопросы о возможной передаче самолетов. Но, в общем, западные эксперты отмечают, что это, конечно же, осложнит ситуацию, но, в общем, уже кардинально не изменит. Хотя, как вы видите, по заявлениям некоторых, даже министров иностранных дел, что боевые действия могут выйти, то есть ареал может выйти за пределы Украины. Но пока экономически Россия тоже не сидит сложа руки. К примеру, решение по Сахалину-2. С одной стороны, японцы очень серьезно обсуждают о том, что это может привести к обнищанию, даже к бедности. Из-за энергетических и логистических потрясений. И, как утверждает Financial Times, Путин указом о проекте Сахалин-2 проучил Запад и Британию. И в том числе туда входили и японские корпорации, японские фирмы. А фактически... Сахалин-2 теперь управляет российской государственной юридичной... Ну и еще, конечно же, новости на Ниве свободы слова и выражения социальной системы. Кстати, друзья, обязательно подпишитесь на мой телеграм-канал, потому что там я могу позволить разместить больше материалов. И к сведению, что действительно самые богатые 500 человек в мире обеднели на триллион четыреста миллиардов долларов. То есть, кризисные тенденции начались еще до украинского кризиса, а он всего лишь в продолжении. Федеральная комиссия по связям США просит Google и Apple удалить приложение TikTok из магазинов или обосновать отказ удаления. Потому что, по их мнению, данные могут передаваться в Пекин. Вот как-то так. На этом пока все. Подписываемся на телеграм-канал. Дальше будет. Продолжение следует...